Есть день, который даже самых крутых мачо превращает в самых растерянных бедолаг. Это 7 марта. Слоняемся по магазинам с немым вопросом в глазах. А что бы такого купить-то, а? Может быть, вот? Сковороду? Ну уж нет. А может быть, вот? Что это? Блендер! Ха, нет, тоже опасно. Тогда, может быть... А-а-а, весы! Ага, ну только если прям сразу со сковородой в комплекте. Еще в топ самых худших подарков, составленный по опросам россиянок, входят... Духи. С ними легко промахнуться. Лучше уж дополнить джентльменский набор подарочной карты и пусть сама выберет. Но в этом маловато заботы и понимания. Драгоценности всегда радуют. Но это не всем подходит и пользы мало. Где это выгуливать сейчас? В огороде. Но вот что возглавляет топ желанных подарков уже несколько лет. Фен? Да-да. Вернее, нет-нет. Не просто фен, а самый дорогой фен в мире. В предпраздничные дни такие продают по 50-70 тысяч рублей. А в остальные дни их просто не найти. Но я хотел рассказать не совсем о нем, а о подделках этой знаменитой модели. Маркетплейсы и рынки завалило дешевыми фейками. И я их тоже купил. Но чтобы понять, а не деньги ли на ветер это, когда платишь за фальшивку? Или ты пускаешь их по ветру, когда покупаешь баснословно дорогой оригинал? Плойки, стайлеры, триммеры, фены. На этой точке, уверяет продавец, можно купить все. Даже самые дефицитные модели. Фен Дайсон есть оригинальный. 46. Но если клиента сдувают высокой ценой, можно такой же в 10 раз дешевле. Вот не настоящий. Вот настоящий. Это самое. Вот тут я питаюсь на голову. Сторговаться получилось вообще за 3 с половиной тысячи. Это ж по какой цене они сами их закупают. Я тебе скажу, за такие бабки он очень доросит. Я знаю, что тебе жене новостной маркет подарить. Еще одного близнеца заказали на китайском маркетплейсе. И еще одного купили в российском интернет-магазине. Этот фен преподносят как оригинал, хотя отдают за полцены. Объясняя это параллельным импортом и потому отсутствием гарантии. А так куплен в Европе. Что ж, проверим. И вот так сразу и не скажешь, где оригинальный фен, а где его реплики. Шрифты на коробках одинаковые. Дизайн такой же. На лицевой стороне нарисован сам фен. На боках насадки и описание режимов. Разве что название везде разное. На упаковке евромодели, та которая вроде бы оригинальная, за 22 тысячи рублей написана Dyson Super Sonic. Все как положено. Есть наклейка с серийным номером, которая познается на официальном сайте. Хотя это еще не означает, что фен оригинальный. Номер могли перепечатать с другого, точно, фирменного устройства. Модель с рынка за 3 500. Называется просто. Вот. Супер сушилка для волос. Бренд не упоминается и на фене из Китая. Комплектация во всех коробках одинаковая. Пять насадок. Они и сами фены невероятно друг на друга похожи. Хотя если присмотреться, то вот. Отверстия в насадке самой дешевой версии нечеткие. Края неровные. А вот как должно быть. И это, кстати, тоже не оригинальная насадка. Профессиональный стилист-парикмахер советует пристально рассматривать фен перед покупкой. Это цвета размытые. И здесь как-то неаккуратно. Вот так вот визуально я уже понимаю, какой прям оригинал. Анвар Ачилов селебрити-стилист. Перед самыми важными выходами в свет ему доверяют свои стрижки и прически король российской эстрады Филипп Киркоров. Мисс Вселенная, Оксана Федорова и многие другие звезды. И только начав работу, мастер сразу обращает внимание, что фен из Китая в руке ощущается по-другому. Это тяжелее, это легкое. И ручка здесь комфортно держается, здесь некомфортно. А вес и балансировка, объясняет стилист, это очень важно. Внимание к этим аспектам и выделили. Этот фен среди конкурентов. Ведь этот производитель сумел переместить центр тяжести из, как бы, головы фена в рукоятку. Управляться с феном стало проще и комфортнее. Так неужели при внешнем сходстве внутри фены сконструированы по-разному? И, как показало вскрытие, фены устроены одинаково. Главное ноу-хау скопировано. А разница кроется в мелочах. Вот, в оригинальном фене под кнопками есть гидроизолирующая резиновая юбка. А в копии за 8 тысяч просто черный скотч намотали, к примеру. Турбины. Вроде бы один в один. Но мастер сервисного центра уверяет, что срок годности турбин в копиях будет меньше. Проводка слабее. Здесь какие-то китайские иероглифы. Но она очень похожа на Дайсон. То есть это хороший клон. Из-под небесной. Единственное, что хочется отметить, что обмотка здесь, в первый взгляд, тоньше. Выполнена, видимо, из-за бедной проволоки, меньшего сечения. Взвешивание моделей подтвердило, что оригинальный фен оказался хоть и совсем немного, однако самым тяжелым. Взвесим разец, также уберем насадку. Забнулим и сделаем замер 378. Экономия на материалах сделала реплику за 8 тысяч рублей легче на 40 граммов. А самый дешевый фен оказался и самым легким. Так что в магазины, правда, можно смело брать с собой весы. Раденько. А делом, смотрим. 333 грамма. Эту разницу и нащупал Анвар Ачилов. Опытный стилист заканчивает первую укладку. Волосы пора сушить. А чем фен мощнее, чем быстрее выдувает воздух, тем сложнее перегреть волосы и кожу головы. Понеслось, да-да. Это самый максимальный жад стоит мощный. Она вообще не чувствуется, да? И дует он, как будто вот сейчас он сломается. Самый дешевый фен с задачей, кажется, не справляется. И правда, перед анемометром, прибором, измеряющим скорость ветра, эта модель показывает худший результат. Средняя скорость воздушного потока составляет 1,7 метра в секунду. А ведь оригинальный фен разгоняет ветер до 2,5 метров в секунду. Это почти в два раза больше. Каталону ближе фен из Китая за 8 тысяч рублей. Воздух из его сопла вырывается со скоростью 2 метра в секунду. А вот якобы фирменная евроверсия фена оказалась самой сильной и заураганила на 3 метра в секунду. Хоть и получилось это у нее громковато. Уровень звукового давления на модели номер 3 составляет 80 дБ. Впрочем, все фены одинаково шумные. Гораздо важнее воздух какой температуры они выдувают. Одна из самых распиаренных технологий этого баснословно дорогого девайса специальный процессор с терморезистивным датчиком, поддерживающим постоянную температуру даже спустя часы работы. Максимальная температура сушки у фена Дайсон 100 градусов Цельсия. Чтобы выяснить, сколько тут маркетинговой пыли, а сколько правды, корреспондент Егор Прилуцкий вооружился тепловизором. Здесь 4 температурных режима, 1 холодный и 3 горячих, очень особенных горячих режимов. В корпусе есть специальный датчик, который 20 раз в секунду замеряет температуру выдуваемого воздуха. И если та выше нормы, то он сбрасывает обороты. А ведь продавец на рынке говорил, что даже в репликах стоит подобная система. И вдруг фейковый фен покажет такие же результаты, что и настоящий. Пока оригинал и до 100 градусов не разгоняется, реплика вот-вот уже готова взлететь. Здесь все 140. А значит, пользоваться такими устройствами с заявленным комфортом не получится. То есть оригинальные фены, как и обещано, не раскочегариваются сильнее 100 градусов. 98 максимум. В дешевых копиях, очевидно, никаких контроллеров и датчиков нет. Однако фирменный фен обещает четко держать температуру и на других, менее горячих режимах. И вот с этим проблемы. Температурный режим совершенно не поддерживает. Итог такой. Уровень копирования и правда очень высокий. Но, конечно же, подделка обязана стоить дешевле, иначе кто же ее купит. Поэтому приходится экономить на толщине проводки, качестве деталей, сложности управления. А из-за этого просто нельзя предсказать, сколько фен проработает. Мне в социальных сетях многие уже написали, что используют реплики и очень довольны. Однако гарантии на него все же нет. Плюс температуру они выдают слишком высокую. Хотя трихологи вообще не советуют пользоваться максимальным режимом ни в одном даже самом дорогом фирменном приборе. Слишком высокая температура, даже 60, меня с точки зрения врача, медицины, здоровья не устраивает. Вот я все-таки лучше, да, считаю, до 37-40 градусов. Покупать реплики команда «НашПотребНадзор» советовать, конечно, не может. Они хуже оригинала, однозначно. Однако, да, хуже не в десятки раз. Но есть множество производителей, которые выпускают недорогие, достойные, качественные модели стоимостью в те же самые несколько тысяч рублей, которые в случае поломки и вернуть в магазин можно, и в сервисный ремонт возьмут, и за маркетинг которых переплачивать не придется.